Мешает реклама, жми на крестик в верхнем правом углу. Детский или женский алкоголизм – вот это неприятное занятие. Я не совсем разделяю вот эту цитату, которая перед вами, но, признаться, она мне нравится. Настоящее удовольствие я испытываю в науке, когда открываю что-то новое для себя. Но вот ведь какая штука-то, выпить тоже иногда хочется. Так уж получается, что мы – все заложники ложившейся ситуации. Не все могут устоять против магической силы зеленого змея. И если во времена Дмитрия Ивановича Менделеева водку делали из пшеничного спирта, то в 21 веке при производстве алкоголя стали использовать спирт, полученный при перегонке нефти. И я удивляюсь тому, что об этом знают ими все пьющие люди, включая обожаемых людей, профессоров и так далее. Сирп получают из разных источников. Но водку мы пьем, сделанную в основном из нефти или из древесных опилок. Знающие люди пьют другую водку из растительного сырья, причем дорогую водку. Давайте посмотрим, какие примеси находятся в зене, пиве, водке, алкогольной продукции. Диогенные амины, их первый представитель кодаверин. Кодавр по-латыни обозначает труп. В алкоголе находится вещество, которое сродни трупному яду. Конечно, это все следы какие-то, небольшие количества, но они там присутствуют, хотим мы этого или нет. С дистамином находится. Это биологически активное вещество, вызывающее воспаление аллергией. Всевышные масла содержат метанол. Это тоже вроде стирк. Но такой стирк хранится за семи печатями. В сейфах, да еще подкрашиваются чернилами, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не выпал его. А выпивший его слепнет и погибает в муках. Так вот, при окислении алкоголя в организме образуются кислоты, альбегиды и так далее. Вот, например, фуркулов присутствуют в виде примеси, даже в высококачественном зиме. А ведь это нервный яд. При нанесении на кожу животных у них возникают гепатиты, поражение почек. То есть, страдает сама система обезбреживания алкоголя. То есть, стирк из мерки и опилок. То есть, древеский стирк технически, а не токсичный. И чтобы уменьшить нежелательные эффекты стирков, Дмитрий Иванович Менделеев предложил разбавлять стирк водой до 40 градусов и делать водку. Таким образом, в водке должно присутствовать, как минимум, два компонента – вода и стирк. Нет, конечно, можно добавить какой-то еще там третий компонент, ну, например, звездку, мигаловичную бордовку. Но это выносит с тургом даже русский мужик. Стирк и вода должны делаться по ГОСТу. Ну, вот бы да, ГОСТ-то есть, а хорошей воды нет. Вода для водки содержит фенол. От него очень трудно избавиться. Не только фенол, но вот фенол – самое такое вещество, от которого очень трудно избавиться. Институты целые работают. Как избавиться от фенола в воде, в точных, например, водах? В лаборатории работают. Микроорганизмы изучают такие. Выращивают их специально, антифенольные. Но от него все равно очень трудно избавиться. Чтобы сделать питательную среду, например, и выращивать клетки в проверке, в том числе и стволовые клетки, надо уметь делать воду. А вода у нас такая, что стволовая клетка не может расти, понимаете? Зачастую. И питательные среды такие плохие получаются. То есть это очень трудно сделать хорошую воду. А для дешевой водки сойдет вода в фенол. Откуда делаются эти примитки? В пресной воде. Из почвы, которая содержит органические соединения. Что-то вроде перегноя. Гумус называется. Особенно плодородные черноземы Украины с гумусом. Там много его. А дождевая и речная вода обязательно с ним контактируют и сордируют, впитывают в себя органические вот эти соединения с гумусами. Так или иначе, представители пищевой промышленности совершенно официально на страницах из своих научных журналов заявляют, качественную воду пока получить невозможно. Не то чтобы трудно, а невозможно. Это искусствует выражение. В пресной воде содержатся не только фенолы, но и другие сложные циклические соединения. Но в чем дело, они иногда очень хорошо напоминают по структуре своей части, основные части витаминов, ферментов, белков и даже гормонов. Зачастую спирт разводится водопроводной водой, держащей хлорку. А в воде весь цианиды соединяют с хлором, они делают хлорциан в нашем организме. Вот причина рака кишечника, например. Это я проверил, когда отдал образцы нашей водопроводной воды и кладал активистам. Из зеленой партии, из Гринписа вернее. А они отправили ее в Германию, в центр такой. Там сделали анализ и пришли в ужас, какую опасную воду мы пьем. В детстве я помню такую воду. Там пил ее из крана, которая резко пахла хлоркой и пенела, газовыми пузыреками, которые прыгали на поверхность стакана. Вот такую воду пьем, зажмурившись. Хотя вроде как по госту она и нормальная. Надо еще учесть, что виноградники наши подвергаются действию ксенобиотиков. То есть таких веществ, которые убивают вредителей. И становится понятно, что и чистое, в кавычках, виноградное вино стоит тоже в себе определенной опасностью. Я пил такое вино в Узбекистане. Утром голова раскалывается. Почему? Есть такие вещества, которые не опрыскивают виноградники после сбора урожая. И целый месяц нельзя подходить к этому винограднику. Надо подождать, пока это вещество распадется. Новости этого не знают, собирают оставшийся виноград и делают вино. Итак, вместе с алкоголем в организм поступают вещества, которые работают против организма. Повреждают его на уровне тканей и клеток. Головая клетка не является клеток исключения. Вот вы видите стволовую клетку на этом слайде. Она делится, размножается. Вы видите не компактное ядро, а венчики с хромосом. Такие хромосомы видно даже в плохенький микроскоп. Только препарат надо сделать хорошо. Это клетка, несущая жизнь. Головая клетка, но она подвергается сама смертельной опасности. А иногда борьба бывает неравной. Но стволовая клетка, давая начало всему прекрасному клеточному многообразию, порождает клетки, у которых есть специальные тела, дёрнышки, микротела. Вот здесь крупная клетка в центре, а здесь видны маленькие точечки. Это микротела, микросомы, которые ведут к борьбу в том числе и с алкогольными примитиями. Это довольно мощный механизм. И прочих механизмов обезбреживания алкоголя. Один из таких элементов находится в печени. Как рассказывал нам профессор Папаян в Ленинграде в то время, «Где тут тебя алкоголь?» «Дегидродиназы», — сказал он. «Не садись за стол». Вот такой фермент. Но я знаю людей, у которых этот фермент есть. Они говорят так, эти люди. «Многие пьют, сколько могут, а я пью, сколько есть». Не мог этот человек пить бесконечно. Вот фермент как работает. Я встречался не так давно с ним. Уже не пьёс. Вот этот фермент. Алкоголь, «Дегидродиназа», то есть в экологической токсикологии относительно новой науки есть такое понятие «билотрансформация». Это означает, что организм может превращать токсичные соединения в нетоктичные. Так было веками. Но наступило время нефтяной водки, а организм человека к этому был не готов. И стал ошибаться. И эта ошибка ему дорого отходится. Он стал превращать токсичные соединения в ещё более тактичные. Это называется эффектом летального или свертельного синтеза. Алкоголь в организме вступает в соединение и может идти образование альбегидов, например, формальбегида. Ну, конечно, в маленьких каких-то концентрациях, но формальбегид – это самый опасный мутагент. Это универсальный мутагент. Работает на клеточном уровне. В том числе, пагубно влияет и на стволовые клетки нашего организма. И вот такой воображаемый мутант – чайка-человек – изображён на этом слайде. Вот это формалин. Белорезский тошнотворный запах знаком почти каждому человеку. Но в организме он не пахнет. Не выдаёт себя. И очень опасен. Но если ещё усилить действие алкоголя сигаретным дымом, это может вызвать битполия, например. Образуется киоцианасы, то есть теороциамиды. Они аккумулируются, в том числе, слизистой шейки матки у женщин. Терматозоид, проходя по родовым путям, теряет хвост. Становится неподвижным. Он не может соединить свой геном с материнским и дать начало новой жизни. Так алкоголь в сигаретном дыму порождают большую социальную проблему в условии. В табачном дыму есть много всяких нехороших веществ. Радиация, паломий 210, соединение ратунков, гензотира и так далее. То есть это всё канцерогены могут быть. И может быть всё-таки что-то одно, сигареты или водка, а может быть всё-таки лучше и без табака, и без водки. Сеамиды вызывают поражение клеток щитовидной железы. Не мудрен он, что алкоголиков развивается умственная недостаточность. Сначала они теряют память, задучиво становятся, а потом вот. У них же не могут решать сложные задачи. А если ещё разрушаются и нервные клетки, головного мозга, да и периферической нервной системы тоже это может быть, то придётся уже прибрежать к определённым лекарственным препаратам, в том числе и к продукции компании СМС. Если мать употребляет алкоголь, то стволовые клетки зародыша превращаются в бесформенную кучку клеток, топление их. Такой плод погибает в крови матери, а если и рождается, то скоро умирает. Подавлена стволовая клетка. Нет иммунитета, которая обеспечивается стволовой кровотворной клеткой. Гимфоидной ткани нет. Нужных тел они не образуют. И первый контакт с инфекцией приводит к гибели новорождённого. Болезнь называется аплодия костного мозга. То есть этого костного мозга просто нет. При алкоголизме родителей у детей могут быть разные аномалии. Шесть пальцев, например, на руке, на ноге. Ну и так далее. Индоксилия называется. Но это, так сказать, такие ещё побои, множественные дефекты, которые, в принципе, можно исправить. А вот ещё одни опасности. И чем опасна современная вот эта глистяная или техническая отца. Она содержит соединения, когда разбавляется ещё водой, которые похожи на природные витамины, например. Витамин Диобиотин. Там вот определённое кольцо есть. И организм воспринимает их, эти витамины, как свои. И при этом ошибается. Так вот эта ошибка может дорого нам стоить. При употреблении алкоголя образуются субстанции, похожие на простагландины. Как природные простагландины. Они нам необходимы для того, чтобы продолжить рот человечества. Они влияют на продвижение и секретки, и подвижность сперматозоидов. Они влияют на сократительную деятельность маски. Они необходимы, то есть, для нормальной родовой деятельности. Они включают биологические часы и говорят, пора уже появляться этому человеческому сердцу. А если это простагландины или похожие субстанции, которые образуются в организме под воздействием алкоголя, тогда, как будет этот бедородный процесс выглядеть. То есть, вот циклопентаны входят в состав вот этих природных веществ, простагландинов. Циклопентаны, так они в стенок стирки присутствуют, в детстве присутствуют. То есть, мы употребляем какие-то суррогаты, понимаете, вот этих простагландинов, которые нам нужны. То есть, в природе очень много субстанций, которые можно получить искусственным путем. Даже лекарства, получаемые из детки. Однако, могут ли эти вот лихтяные продукты сравниться с истинно-природными субстанциями, полученными микроорганизмами, бактериями, дрожжами, полученными водорослями, синие-зелеными, полученными фруктами, в овощах содержатся и так далее? Декологи говорят, процесс всегда хуже. Продукты СМТЭХ, они, продукты, защищают костный мозг от воздействия алкоголя. В костном мозге у нас находятся алипоциты, производные безинстимальных смоловых клеток, то есть, прародительных смоловых клеток, в том числе прародительных кровотворных стволовых клеток, то есть, костного мозга, по сути дела. Так они требуют большой энергии, чтобы начать производить клетки, подобные себе и предшественники иммунитета, перитроцитов и так далее, лейкоциты. Но для этого нужна энергия, нужен жир, нужен определенный гормон, агипо, агипонектин, который называется. Вот он образуется, когда есть метаболизм, процессы превращения жиров, почему у нас костный мозг жирный. Понимаете, вот они, капельки жира, вот эта пустота, это все жир, это нормальный костный мозг здорового человека так выглядит. То есть, наши споловые клетки нужны жирные кислоты, заменимые, незаменимые и так далее, а костный мозг подвергается воздействию алкоголя и очень серьезно страдает. Такое там уже долгожительство. Вот амины получаются, при взаимодействии спиртов с аммиаком, а аммиак есть в организме в то время. А этих диагенных амминах мы уже говорили. И в малых концентрациях они поражают нервную систему, даже в малых концентрациях. И мы ищем, откуда это простая дисклероз и его, вспоминаете? А бывают вот такие суррогаты, которые вызывают поражение нервной системы и не только периферической. Нервные клетки головного мозга подвергаются мощному воздействию алкоголя. Затем, вот это уже точно я нашел в литературе, вызывает нарушение эритропоэза. То есть, нормальные эритроциты не могут образоваться в костном мозге из стволовых клеток. Подавляется функция стволовой клетки. И порождаются эритроциты, которые не могут переносить нормальный кислород. Идет процесс гибели клеток, апоптоза так называемая. И вот здесь вы видите тоже крупную клетку, а у нее выросли. Но тут еще может быть что-то там сделать с этой клеткой, как-то исправить ее. Но вот справа клетка с такими вот породатками, понимаете, она уже как-то стоит наладом дышать. Здесь уже будет гибель этой клетки. Еще одна субклеточная субстанция есть, которую можно отсудить и нужно отсудить. Митохондрия. То есть, в наших клетках содержатся вот такие телеса, зернышки, которые генерируют энергию, чтобы наш организм жил. Таких клеток сердечной мышцы очень много. Таких клеток много печени, почков и таких зернышек, вернее, митохондрии очень много половых клеток. И вот митохондрии эти занимаются тем, что они генерируют высокочастотное электромагнитное поле небывалой совершенно чистоты. 6 на 10 в 18 степени герц. И еще там возникает протонное излучение и так далее, беспорядочное, которое потом упорядочивается и мы имеем такую мощную энергию, наше сердце работает, восстанавливается в течение всей жизни. Митохондрия обеспечивает это дело. Но если алкоголь воздействует на сердечную мышцу, вы понимаете, как он может заблокировать деятельность вот этих митохондрии, сердечные боли. И у алкоголиков возникает невниматная смерть. Никто не знает от чего пришло и почему. Оказывается, алкоголь может нарушить генерацию протонного излучения и создать электронный блок. Электронный блок митохондрии способен мгновенно выключить клетки. Вот такие воздействия связаны с приемом алкоголя. Но что значит выключить клетки, для чего в массовом количестве, понимаете, значит остановить сердце. То есть наш организм работает на тонких материях. И мы уже хорошо изучаем тонкие материи, эти тела астральные и так далее. То есть у нас в организме существует определенный энергоинформационный баланс. Алкоголь вызывает битбаланс. Деструкция электромагнитных волн, дезонансы какого биополя, и волн так называемых вот этих исходящих совершенно чисто соль. Ну и это может сказаться не только на физике, на сомне, на теле, на нашем, на состоянии нашей души, какие там нравственные ценности алкоголика напускаются до уровня приматов зачастую. То есть экологическое благополучие человека предусматривает баланс его тонких тел, эфирного астрального ментального. Основным условием функционирования любой сложной биологической системы является клеточная резонансная синхронизация. То есть любая клетка работает на своей волне. Если эта волна нарушается, не входит в резонанс с другими клетками, возникает патология, возникает заболевание на уровне уже тонких тел. То есть продукция СМТ она работает против алкоголя. Эта продукция может очень многое если не все. Она может вывести вредные агенты из организма, в том числе и продукты распада алкоголя, продукты превращения алкоголя. Она выступает как антидот. она ремонтирует клетки ткани нашего организма. И она может свое слово сказать очень важное, в том числе и у тех алкоголиков, которые отказались уже от приема алкоголя, но у которых появились уже какие-то патологии. они могут быть как-то нивелированы, а могут быть извечены, поэтому нельзя терять надежду. Вот например, продукт из СНТ снимает проблемы алкогольной импотенции, это известно, восстанавливает бетеродные функции. Посмотрите на этот сперматозоид, у него два хвоста. Но если бы каждый из этих хвостов работал синхронно в резонанс, то конечно подвижность этого терматозоида была бы обеспечена и он бы достал до сильного своей цели. Но когда не работает с разнобой, потому что это аномалия серьезная, то о какой там гетеродной функции говорить можно. Но все-таки главной мишенью алкоголя является центральная нервная система. Этанол проникает через барьер гемотенцифалитический энцифалитический то есть это барьер из пленок разных оболочек и так далее которым опутан костный мозг серое белое вещество это алкоголь понимаете преодолевает этот барьер и все эти вредные чудоверные суррогатые субстанции токсичные проникает в веке свистит в мозг человеческий нарушает нервную клетку нарушает эти связи которые там создаются веками в мозгу человека между нервными клетками этот человеческий опыт он присутствует у каждого ребенка только развивайте это дальше совершенствуйте а тут нервная клетка начинает погибать возникает расстройство нейрогенеза это становится причиной нарушения функционирования определенных областей головного мозга то есть здесь еще много конечно неясного но нейрохирурги прибран крестьян дротил и другие занимаются изучением этих моментов нейрогенеза и как стволовая клетка может скомпенсировать эти процессы исправлять ремонтировать вот эти нервные клетки которые вот так вот нежно прилипают друг к другу доставляя межклеточные пространства все-таки свободные которые контактируют друг с другом и вся нервная система работает по принципу все или ничего и когда какая-то опасность есть из костного мозга выходит стволовая клетка приходит к этим клеткам помогает им восстановиться более того нервные клетки растут они приумножаются только опять же не надо травить их алкоголем и они могут очень хорошо приумножиться регенерировать как мы говорим под влиянием продукции в сентябре нам до этого назначены то есть бред алкоголя все таки преодолим и открытие стволовых клеток мозга и нейрогеноз позволит разработать новый научный подход который сейчас называется поминаете его нейрогеноз то есть можно лечить органические даже повреждения мозга вызванные воздействием алкоголя вот у нас стволовая клетка она может прийти и превращиться вот в эту нервную клетку с отростками так далее если она попадет в головной мозг в этот отчат который она должна и попадает вот клинические эксперименты показывают эффективность многих терапий антиксиданной терапии витаминной терапии витамина Е в том числе и так далее и эти терапии оказывают свой эффект и они лечат вот эти последствия алкоголизма но разрабатывается и новый метод лечения алкоголизма путем терапии стволовыми клетками то есть подставкой стволовых клеток но у нас другой путь более пионерский понимаете мы используем продукцию стонтек чтобы собственная стволовая клетка выходила из костного мозга шла в мозг и там исправляла ситуацию или шла в печень и ремонтировала печень предотвращала дальнейший процесс цирроза печени или почки работала бы чтобы не было хронического пиева нитрита и сморщенной почки так 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 теперь стоит вопрос такой где же контроль качества технического измельки либо изопилки и так далее когда мы принимаем лекарства и эти лекарства проходят жесткий контроль на экспериментальных животных потом на добровольцах на человеке потом поступая в продажу и там еще так сказать контролируется это все мы записываем все эти побочные осложнения и так далее понимаете а кто же контролирует качество спирта или качество водки то есть современная органическая химия она использует конструкционный анализ например то есть она определяет как выглядит белок или структура этого фермента или гормона конформация и от этой оказывается формы белка зависит функция его под воздействием алкоголя этот гидбелок гормон может просто скухоживаться понимаете он может просто сладиться так где же конструкционный анализ спирта который мы пьем и предлагаем человечеству а кто миров торсионное напряжение торсионное поле спирта вещество талтонерии которое принято скрывать все таки в органической химии она остается наостанет таков ядерный дизайн магнитное окружение вот этих углеродов спирт и вот этих циклов шестиугольников сетиугольников ясновой ясновой является функцией углеродов то есть как зависит реакционная способность это новое вертие от напряжения молекул то есть вот здесь вопросов десяток и больше я сформулировал но эти вопросы остаются по-моему безответов на прилавках стоит местная водка то есть наши санитарно-геремические и медицинские нормативы отстают от коммерческого продукта от водки мы не знаем воздействия электромагнитных торсионных киевом вот эти как они выглядят где вот в нормативах они хотя бы записаны или обсуждаются сегодня то есть существенно отстает производство алкогольной продукции в современных требованиях современный человек по-моему у нас заслуживает больше или это какая-то определенная политика уменьшения численных населения на планете вот наши хромосомы наши земногонки мы с вами понимаете в этом кулаке на ладошке надо сжать его чтобы от нас осталось 2 миллиарда так алкоголь сжимая от численных человечеств это оказывается но нужно все-таки соображать что сжатое человечество будет скорее всего страшным и трагическим и кто попадет в эти 2 миллиарда и как будут жить наши котенки не будем ли мы на уровне вот такого генофонда находиться в донзированных лиц из которых можно сделать все что угодно и вот компания СНС действительно она работает на здоровье нации она работает и для души на уровне тонких материй и для тела она направлена на поиск причинного уровня важных проблем человеческого бытия и проблема алкоголя по-моему представляется нам очень важной проблемой нашего человеческого бытия то есть продукция СНС это путь к здоровью долголетию вы это теперь прекрасно понимаете и я попытался вас тоже в этом убедить спасибо за внимание если будут какие-либо вопросы я может быть сумею на них ответить спасибо большое Анатолий Андреевич ну трудно даже что-либо сказать потому что информация такая что ее еще переварить нужно долго я попрошу всех пожалуйста пишите вопросы какие у вас возникли Анатолий Андреевич а у меня есть несколько вопросов которые задают нам наши партнеры вот на наш общий ящик кстати господа перед вами на слайде ящичек этот написан да электронный просто мтх собачка gmail.com вот на этот ящик можно отправлять все вопросы которые вас интересуют Анатолий Андреевич у меня вот в ходе вашего рассказа возник такой вопрос ну мы знаем что алкогольная зависимость это все-таки зависимость серьезная и носит она конечно же основной причиной как я считаю является социальная причина а вот существуют ли какие-то биологические причины для алкоголизма может быть что-то есть такое что заложено самой природой что помогает поддерживать эту зависимость и формирование ее в человеке ну вот в частности постоянно и возникают эти вопросы они все чаще звучат что в организме самого человека в норме тоже образуется какой-то эндогенный алкоголь в небольших дозах то есть это нормально он нужен вот для чего он нужен организму если нужен и следовательно есть какие-то ферменты благодаря которым этот алкоголь образуется может быть вся причина еще и в каких-то биологических имеет вернее биологические корни вот эта зависимость да я понял вопрос существует ли биологические корни но вообще конечно андогенный алкоголь должен быть в организме он все время образуется так или иначе не только когда мы идем а вот там есть органические субстанции такие которые делают платформу и он там в маленьких дозах образуется если он есть то он обязан расщепляться деградировать превращаться в воду и другие нейтральные вещества и выводиться из организма так или иначе то есть ферментный арсенал должен быть в организме и он присутствует другое дело сколько этого алкоголя какие допустимые нормы эндогенного алкоголя я таких норм не знаю вообще существуют ли они или нет естественно тогда соответственно этому антимеханизм ферментный как он выглядит тоже тоже мы это плохо знаем в связи с этим и биологические корни тоже мы плохо знаем социальные да мы изучаем хорошо но здесь человек это биосоциальное существо и прежде всего био а потом социальное как человек является одним из самых неизученных объектов на нашей планете по сравнению с другими организмами мы его плохо знаем мы плохо знаем зоологию человека сегодня понимаете почему женщина китаянка уродует стопу понимаете себе или почему ранняя слепота определенного племени в районе реки Ганга в Индии считается шиком вот такой человек почему он употребляет алкоголь и почему он так сказать поезд животных этим алкоголем и уже есть и птицы и животные алкоголики то есть мы не знаем экологии человека даже биологии сначала человека мы не знаем экологии человека мы плохо знаем экологии человека как духовного существа это все находится пока еще в разработке и это все еще пока такие фрагменты поэтому я не могу точно ответить какие биологические корни алкоголизма существуют у человека сегодня это требуется еще изучать если мы это изучим и поймем, да и не дай бог, найдем этот ген алкоголизма, такие поступки, по-моему, уже есть, то это будет здорово, конечно. Не знаю, ответил. Спасибо, Анатолий Андреевич. Я хочу напомнить вам, что мы, в принципе, с вами оба модератора и можем одновременно находиться в комнате, чтобы не перекидывать этот микрофон. Если вдруг, то есть, не обязательно вам отключать этот микрофончик. Ну, вот такой тогда вопрос. Вот этот вопрос задала Людмила Михайловна, наша уважаемая. Она наблюдает больного с врожденным недостатком фермента. Вот у него нарушение психики, запои. Связана ли предрасположенность к алкоголизму с низким уровнем выработки этого собственного эндогенного алкоголя с момента рождения? И меняется ли эта активность этих ферментов в процессе жизни? Ну, и Людмила Михайловна еще спрашивает про пассивные, активные, быстрые и медленные ферменты. Вот что вы можете сказать? Есть ли какая-то роль этих ферментов в формировании защитного механизма от алкогольной зависимости? То есть, любой ли человек становится, в принципе, может стать алкоголиком? Или все-таки какие-то защитные механизмы есть у человека, как у биологического вида? В отношении недостатка фермента у данного определенного конкретного индивида, я не думаю, чтобы у него могли померить этот фермент в нашем городе или в Украине. Где-то, наверное, его меряют, могут, так сказать, определить его уровень и так далее. И тогда уже можно сформулировать точку отсчета, от которой можно исходить. Есть эти ферменты, нет этих ферментов. Есть защита, так сказать, природная у этого субъекта или нет ее. И, возможно, там действительно больше все это выглядит на психогенном уровне. Шибко какая-то есть, так сказать, в процессах высшей нервной деятельности. И, соответственно, этому уже возникает тяга компенсации этого состояния на уровне алкогольного или наркотического воздействия или еще иного какого-нибудь там. Вот за употребление запахов этих ацетонов и так далее. С этим полиэтиленовым мешком на голове до этого даже доходят, понимаете люди. То есть я просто не могу конкретно сказать. Нужно сначала померить этот фермент, а потом уже просто говорить о конкретном этом человеке. Так же, как и совершенно неопределенным будет мой ответ, так сказать, в отношении ферментов. Пассивных, активных, медленных и так далее. То есть здесь надо, наверное, разобраться в этом. Может быть сделать определенный вебинар, и может попросить именно Людмилу Михайловну, которая, видимо, уже знает во многом это дело, начиталась, и провести вот такой ликбет в этом отношении. Ну а вопрос, конечно, интересный и, ну, такой совершенно прагматичный он, да, и социальный. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Заревич. У меня еще тогда такой вот вопрос возникает. Тема сегодняшняя у нас алкоголь и забирование, да, результат алкоголизма как результат забирования нации. Кому выгодно это? Вот, в принципе, послушав вашу лекцию, я могу сказать, что у нас не существует не только, так сказать, проверки качества алкоголя, спирта, у нас вообще нет нормальной проверки качества продуктов. Вот это что, просто безалаберность, просто стремление денег как можно больше заработать, или все-таки какая-то целенаправленная действительно политика типа зомбированности? Что вы думаете по этому поводу? Извините, умрел я. В отношении зомбирования я думаю, что там разного рода есть причины. Я говорил о том, что проблема экологического терроризма сегодня обсуждается в мире уже горячо. Экологический терроризм, то есть знание более высоких законов экологического порядка, кем-то используется в своих корыстных целях. Они работают на нашей незнании, на нашем безкультуре, безграмотности порой, понимаете? На нашей жадности порой, понимаете? Коммерциализация идет. И то есть это кому-то выгодно. Более того, они делают это нашими же луками. Но так же, как вакцинация. Проводили вакцину, надо же всем детям вакцнуть, понимаете? Надо или не надо. То есть и умологи за, и вакцинологи за, и педиатры за. И только, понимаете, матери почему-то против. Так и здесь тоже. Вот она на прилавках стоит, привлекательная, понимаете? Водочка-то, да еще холодненькая, как одна артистка говорила. В общем, компетентная и известная. Я говорю, нет ничего лучше холодненькой водочки. Понимаете? То есть пропаганда-то идет этого из экрана, и пива, и алкоголя, и так далее. То есть это кому-то выгодно. Надо продать. Запущено в серию. Вложены огромные деньги. А потом еще и оборот, ведь слотки очень большой, в казну-то идет. То есть это вопросы экономического порядка, которые упираются в вопросы политики государства, политические вопросы. Поэтому тут все взаимосвязанное. Ну так рубить перско-яйцо, по которому там сидит, махать шашкой и так далее, нет. Тут нужно разбираться с этими вопросами. И они не так просты, как кажутся. Спасибо, Анатолий Андреевич. Давайте почитаем с вами чат. А для этого я прошу, закройте, пожалуйста, презентацию, чтобы чат широким был, и можно было видеть все вопросы. Посмотрим, что в чате пишут люди. На квадратик там нужно нажать, чтобы закрылась презентация. Так, хорошо, я после почитаю, что тут у нас в чате. Так, действительно, Гульнара пишет, действительно, очень важная тема – зомбирование нации. Нам нельзя поддаваться этой пропаганде. Точно не будем. Сергей, это мировая программа сокращения населения, особенно славянского, как самого непокорного. Ну, такая тоже идея имеет место быть, и я думаю, что небезосновательная, тоже согласна с ней. Извините, я что-то тут выключил, понимаете, и Елена Фёдоровна пропала с голосом в смысле. Но я вижу, что говорят, что начинать нужно с себя и с наших детей, и это всё правильно. Но надо всё-таки реально подходить к делу-то. Алкоголь есть, и он будет ещё употребляться долго и нужно. И нужно продумывать какие-то мероприятия, какие-то меры принимать против него. То есть, STEM-TECH производит ту продукцию, которая работает против алкоголя. Она работает на здоровую ответственность, она работает на здоровую нацию. Так, вот у нас с вопросом Нина Пугина. Если вы можете взять микрофончик, пожалуйста, подключитесь и задайте вопрос голосом. Нина, можете ответить, голосом задать вопрос? Или вы что-то случайно нажали и попали туда? Так, я отдаю вам микрофон, как модератор. Это я там. Вы нажали? Нет. Сейчас я нажму, предоставлю слово Нине. Нина, говорите, пожалуйста, если сможете. Так, мы не слышим Нину. Не слышим Нину, хорошо. Ну, если у нас, так, дистрибьюторы компании STEM-TECH, это будут самые здоровые люди и в физическом, и в интеллектуальном плане. Ну, я вижу, по теме сегодняшней лекции пока вопросов нет. Анатолий Андреевич, на почту еще один очень интересный пришел вопрос. Он не касается темы сегодняшней нашей встречи, а непосредственно касается работы стволовой клетки в организме. Вот один из партнеров, очевидно, компании, я не называю его имя, фамилию, отправила, переслала вам его письмо. Вот, пишет следующее. В 2009 году ему был поставлен диагноз рассеянный склероз. И вследствие агрессивного течения заболевания состояние постоянно ухудшалось. В декабре 2012 года сделали аутологичную трансплантацию стволовых кроветворных клеток с химиотерапией. Ну, в данный момент он отмечает, что идет восстановление после трансплантации, протекает успешно, и его интересует вопрос, сможет ли он принимать препаратный продукт компании StemTech, не помешает ли это моим восстановлению после перенесенной трансплантации, и может ли это каким-то образом, например, перебить тот эффект, и вообще, какие могут быть результаты, последствия, как вы считаете. Просто у нас постоянно возникают вопросы, связанные с рассеянным склерозом, вот и сегодня был в чате. Если можете ответить. Да, вопрос хороший, и такой, надо сказать, глубокий. Глубокий почему? Да потому что сам рассеянный склероз, мы еще не знаем, откуда толком берется. Но я наблюдал таких больных с рассеянным склерозом, так это результат исходя химического воздействия разных летучих органических соединений, типа винилухлорида. Вот называется тоже рассеянный склероз такой, да? То есть у данного пациента я не знаю причины. Когда я не знаю причины, я начинаю волноваться. И когда пересадили стволовые клетки, и химиотерапию даже назначили, то я волнуюсь, почему, а не осталась ли причина какая-то совершенно материальная, химическая, физическая, радиационная или еще какая-то, которая вызывает этот рассеянный склероз у данного пациента. И, ну слава Богу, это было в 12-м году, сейчас уже в 13-й год, и все идет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. И принимайте продукцию все-таки стенд-тех, потому что она никак не может вам повредить, а наоборот, она поможет вам выйти из химотерапии, подведой, и подключить собственную, или ту, даже, головую клетку, которая была пересажена. Так что я желаю вам удачи, но я бы хотел, так сказать, все-таки выяснить причину установить этого рассеянного склероза. Я-то выясняю ее, когда применяю свой метод СТЭМ, и там все видно. Не все, но, по крайней мере, эту причину совершенно материальную мы и выясняем. Выясняем, и тогда уже идет, сказать, вот это такая, подбираем ключики, но назначаем в том числе и терапию продукции СНС. Я переслала вам письмо этого человека на почту, и я думаю, что там можно будет задать ему вопросы. И тут он по дозировкам еще спрашивает. Ну, дозировки, наверное, традиционные наши. В чате Сергей из Новосибирска пишет, а насколько обоснован взгляд о том, что алкоголь, повышая вязкость крови, препятствует кровоснабжению клеток мозга, вызывая их гибель. Анатолий Андреевич, не уходите, пожалуйста. Вы видите вопрос Сергея? Будьте добры, пожалуйста. А, вот Сергей, да? Да. Сейчас я принянусь. Алкоголь повышает вязкость крови и препятствует кровоснабжению клеток мозга, вызывая их гибель. Вот такой есть взгляд. Как вы к нему относитесь? Алкоголь, да. Увышает вязкость крови, препятствует и вызывает гибель. И речь идет, видимо, о клетках головного мозга. Да, об этом как раз мы и говорили. Возможно, там ареология крови, то есть вертология, ареология, физико-химические свойства крови играют свою роль. Но клетки нервные, конечно, нужна подача кислорода в свое время, питательных веществ, она очень интенсивно работает. Если это препятствие есть какое-то в этом отношении, то клетка головного мозга будет страдать. Но, опять же, понимаете, каков человек и каковы высокие адаптационные конденсаторные свойства у него. У меня есть такой терапевт великий, был, вернее, Мясников, да? Он работал до последнего дня и выдавал гениальные идеи. Но когда умер и вскрыли его головной мозг, там было, понимаете, склерозированы все сосуды головного мозга в очень великой степени. Так что нервная клетка – это совершенно уникальная клетка, которая может работать даже в условиях высокой опасности, но когда уж она подвергается дегенерации, алкоголика, то трудно ее спасти уже. Не надо доводить свой организм или организм, так сказать, клетки вот до таких пределов. Спасибо. Спасибо, Анатолий Андреевич. Вот есть еще вопрос в чате, я думаю, смогу на него ответить. Начинка из нано-капсулы выводится из организма после того, как водоросль оказала свое действие на клетку, спрашивает. Дело в том, что начинка нашей капсулы тоже абсолютно из натуральных, состоит из абсолютно натуральных ингредиентов. И она точно так же, как содержимое капсулы, прекрасно усваивается нашим организмом. Ну и, соответственно, выводится то, что должно выводиться. Так что здесь не нужно ничего бояться, начинка, вернее, нано-капсула сама сделана из натурального вещества. Да нет, это тут и лезет, и это не надо. Так, ну и Людмила отмечает, что... Пауль, да, задал такой вопрос. Ну тут не зачем правильно сформулировано. Нанотехнология – это измельчение вещества в совершенный порошочек маленький, понимаете? А капсула – это не нано-капсула, это капсула, которая содержит этот порошочек, который сделан при помощи нанотехнологии. Капсула, она растворяется просто в организме, не оказывая никакого пагубного действия на желудочно-кишечный тракт и так далее. А из нее вываливается вот этот порошок, который в дисперсном состоянии, в очень мелком, там буквально микрончики такие. Вот они и работают. То есть, нанотехнологии сегодняшние, и которые применяются в компании СМТ, это очень высокие технологии. Поэтому и продукция такая рабочая, эффективная, действительная. Вот и Гульнара пишет, что у нас нет нано-капсул. На самом деле, это натуральная капсула, технология используется. Так, хорошо, еще вопросы есть по сегодняшней нашей теме. Вот и Гульнара пишет, что у нас нет нано-капсул. Вот и Гульнара пишет, что у нас нет нано-капсул. Мы с вами еще и еще раз, много-много раз. Мы всегда получаем очень много интересной информации и пищи для размышлений. Я думаю, что эти встречи очень полезны для нас, для всех партнеров компании и клиентов, и наших друзей, и гостей. Спасибо вам большое. Друзья, всем спасибо за внимание. Всем здоровья, успехов и счастья. Спасибо, Анатолий Андреевич. Всего хорошего.